На этих черно-белых снимках совсем еще юный Володя Чудайкин. Тогда он и не думал, что станет героем. На фронт парня не брали. Он был работником авиационного завода и трудился в тылу. Но Владимир Чудайкин рвался в бой. Спрятал заводскую бронь и при проверке документов, как бездомный попал в армию. Военком говорит, что ж ты паршивец наделал, тебя же расстреляют. Ты же дежиттер. Вот. Чего делать? А майор или кто-то, говорит, сидит военный, говорит, ну раз парень так хочет на фронт, давайте мне его. Уже в первом бою Владимир Чудайкин уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился и при взятии Берлина. Танк старшины Чудайкина действовал в составе штурмовой группы. Командир танка погиб, и его обязанности взял на себя Владимир Иванович. За бою рейхстага ему присвоили звание Героя Советского Союза. О том тяжелом времени Владимир Иванович вспоминать не любит. Слишком тяжело. После войны много лет работал на заводе, а на пенсии активно занялся общественной деятельностью и возглавил Совет ветеранов Кировского района Самары. Эта работа для меня была, удовлетворяло меня в этом, что я чем-то полезен для людей. Вот это, конечно, главное. И вот до сих пор я занимаюсь этим делом. Секрет долголетия в движении и людях, которые окружают, уверен Владимир Иванович. В день рождения в его доме собрались дети, внуки и правнук. Вячеславу всего семь, но он знает, что его дедушка – настоящий герой. Он воевал на войне. Он сражался за нашу Родину. Поздравить Героя Советского Союза приехали председатель Губернской Думы Виктор Сазонов и глава города Олег Фурсов. Спасибо. Лариса Шалафас, Артем Сулайманов. События.